Почему разгорелись страсти гомеопатии? Почему разгорелись страсти гомеопатии? Виновата здесь не сама гомеопатия, если бы ее не было, ее надо было придумать. Она возникла из-за быстро возникшего кризиса внутри доказательной медицины. Как я сказал, что сама эта отрасль сформировалась в 1992 году, и вот 2005 год, американец греческого происхождения Джон Иоаннидис, он известен и у нас, его некоторые статьи переведены, явился буревестником этого кризиса. Он написал письмо в институт Макмастера, такое как бы письмо-манифест. Это была научная статья, абстракт ее здесь приведен, что evidence-based medicine has been hijacked. была захвачена. Вот кем вопрос, так сказать. Что здесь произошло? Вот некоторые выдержки из его статьи. Да, то есть это не очень хорошо здесь видно, но публикация из его же статьи вот с выделенными вещами, которые выделил он сам, что он говорил, что большие, крупные, чем дальше и больше развиваются крупные, влиятельные, рандомизированные исследования, тем больше мы видим, что они выполняются в интересах фарминдустрии. Что даже уважаем мета-анализы и гайдлайны стали, по сути дела, фабрикой обслуживающих чьи-то интересы. Это вот как бы перевод его статьи. Да, значит, мы как представители доказательной медицины поддержали рост становления PI, Primary Investigators, главных исследователей. А что же получилось? Что главные исследователи, по сути дела, так сказать, являются преуспевающими менеджерами, которые умеют хорошо абсорбировать деньги. А в условиях рыночного давления клиническая медицина была преобразована в медицину, основанную на финансах. То есть что это значит? Что да, исследования показывают разные результаты исследования фармпрепаратов. В результате публикуются те исследования, результаты которых предпочтительнее. Отрицательные результаты не публикуются или публикуются гораздо хуже. Ну и вот это, кстати говоря, небольшой камешек в огород профессора Василия Власова, который, да, что, да, так сказать, врач должен лечить рациональными методами. На одной стороне, значит, так сказать, закон, на другой стороне, сами понимаете, доктор сидит в буддийской позе. Ну вот я, если бы Джон Иоаннидис был, так сказать, знал бы российские реалии, то я думаю, что слово hijacked, под него подходит очень хорошо перевод, что доказательная медицина была прихватизирована представителями глобального фармацевтического бизнеса. Причем Джон Иоаннидис прошел дальше. Вот его некоторые статьи были переведены, то есть он как бы во многом экстраполировал это не только на доказательную медицину, но и на культуру и достоверность научных исследований в фундаментальных науках. То есть, говорил, в частности, вот как бы это статья, так сказать, Александра Панчина, который его пропагандирует, говоря о том, что да, вот как бы многие статистические показатели не очень достоверны, в частности, вот достоверность P-005, это достоверность, которая признана, так скажем, статистически достоверна, на самом деле достойной манипуляции, нужно ввести большую достоверность, и, соответственно, больше когорты исследований. Но мне кажется, что это на самом деле, конечно, частность. Иоаннидис это говорил о том, что нужно скорректировать статистические методы. Но главное, он говорил не об этом, а о сложившемся структуре грантополучения. То есть, он говорит, парадокс, что ВВП на медицину, на науку растет, количество открытий падает, людей становится болеть больше. Вот такая вот дихотомия. По поводу клинических испытаний, то, что он критиковал, я уже сказал, а по поводу грантов он сказал очень просто, что на самом деле грантодатель и грантополучатель относятся друг к другу, как, в общем-то, вот известные персонажи басни Крылова. То есть, как очень многие, сколько было грантов дано под обещание вылечить рак, вылечить СПИД и где это лечение. А на самом деле сложилась практика среди гранта соискателей говорить все, что угодно. Чем более глобально, тем лучше. Главное, чтобы ворона каркнула. Ну а что дальше? А дальше не получилось. В науке ведь нет широкой столбовой дороги. Вот, то есть, эти вещи он отметил. То есть, пожалуй, как бы, так сказать, это был буревестник кризиса доказательной медицины, который не очень осмыслен. Вот, а последствия были интересные. То есть, среди, как мне кажется, среди, по крайней мере, так говорят интернет-ресурсы, источники, среди представителей доказательной медицины произошел раскол. То есть, в противовес, вот в данном случае сайт, в противовес evidence-based medicine возникла science-based medicine. Научно обоснованная медицина, так сказать, как некая альтернатива доказательной медицины. Причем, да, вот, что, как бы, если, значит, здесь перевод, что если доказательная медицина, как бы, пассивно воспринимает, фиксирует результаты клинических исследований, то научно обоснованная медицина должна идти несколько впереди. Она должна задавать тон клинических исследований, предсказывать вероятность, вот, и, как бы, да, согласованность проводимых научных исследований, и, как бы, вот, с научными категориями. Вот, и что интересно, вот, пожалуй, впервые с этого момента на, как бы, на сайте научной медицины появилось огромное количество, целый стенд метафизических категорий. То есть, не только гомеопатия, но и иглотерапия, натуропатия, все, то есть, как бы, так сказать, люди поняли, что им, как бы, не хватает научности. И вот эта, вот, интересная, как бы, пирамида, то есть, лево, это вот та самая пирамида соотношений истинности и мнений доказательной медицины, которая оказалась несколько дополнена отрицательным знанием. То есть, вот, в основе второй пирамиды, которая ближе к трибуне, как мы видим, имеется некий отрицательный бэкграунд. Значит, первый ее уровень, видимо, относительно терпимый, это факты, не согласующиеся с научным знанием современным, современным, дальше это магико-мистическая составляющая, и, наконец, самое последнее, то есть, ниже самого нижнего плинтуса, это гомеопатия. На самом же деле, как мне кажется, вот этот кризис доказательной медицины, это был в известной степени кризис субъективизма. То есть, да, наука в медицину вошла, появилась, как бы, научная культура исследований, но в то же время, как бы, наука внесла в медицину весь вот этот самый позитивистский теоретический багаж. Абсолютизация математического знания, как бы, люди поверили в то, что это было, есть и будет всегда, сделали пирамиду доказательных исследований, вытолкали в дверь субъективные категории врача и больного, для того, чтобы через некоторое время в окно влезла третья субъективная категория эффективного менеджера. И вот, вытолкать эту категорию оказалось очень и очень даже непросто. А поскольку и представители, скажем так, обоих крыльев научной медицины были позитивистами в своем основе, куда их толкнула мысль, что в медицине не хватает научности. Почему ее не хватает? Потому что есть метафизика. Где искать метафизику? В данном случае, как бы, так сказать, альтернативная теория аюрведо-китайская медицина не очень на это подходит. А вот что касается гомеопатии, вот здесь цитата как раз профессора Власова. То есть он высказал мнение, которое мне показалось интересным, вот когда я его спрашиваю, а в чем же дело? Говорит, знаете, гомеопатия представляет собой относительно стройную систему, которая претендует на то, чтобы строить альтернативную медицину. Это теория и практика. И вот как бы, да, но в то же время вот эти теоретические аспекты ложные, и мы как комиссия не могли с этими согласиться. Сами гомеопаты тут как бы есть присутствующие, вряд ли будут считать, что они что-то строят альтернативное. Лучше, чтобы их не трогали. Во многом, как бы, в принципе, не вызывает дискомфорта, что метод неизвестен. Он работает. То есть в этом плане, как бы, какие проблемы есть? Вопрос, кто строит эту теорию. Вот данный портрет, это не портрет профессора Власова. Да, это уже как бы вывешенный, но несколько раньше, портрет основателя позитивизма Агюста Конта. И основателя теории позитивного знания, явного и негативного метафизического знания, которое изучать не надо. Продолжение следует...